О молитве Иоанн Глатауз, святитель наш, говорит Молитва есть немаловажный союз любви к Богу Производит в нас навык собеседования с ним и руководит к любомудрию Ибо если общающиеся с необыкновенным человеком получают великую пользу от частого с ним общения То тем более постоянно беседующие с Богом Но мы знаем сколько нужно пользы от молитвы Не знаем, потому что не внимаем ей со всем усердием и не упражняемся в ней по законам Божьим Когда мы намереваемся говорить с кем-нибудь из людей, которые выше нас То приводим в надлежащий порядок и внешний вид свой, походку, одежду и все И потом уже вступаем в разговор А когда приступаем к Богу, то зеваем, чешемся, оборачиваемся во все стороны Бываем небрежны Преклоняем колено, а сами блуждаем мыслями по площадям Но если бы мы приступали с надлежащим благоговением и как должно беседовать с Богом То мы узнали бы еще прежде получения просимого, сколь великую пользу мы получаем от молитвы Человек, который научился беседовать с Богом, как должен беседовать с Богом Делается ангелом, душа его отрешается от уз плоти Ум его возвышается и приселяется на небо Он презирает все житейское, становится пред самим престолом царским Хотя бы он был беден, хотя бы раб Хотя бы частный человек, хотя бы неуч Бог требует не красоты речи и не слов изысканных Но красоты души И когда она будет говорить угодное ему, то получит все Видишь ли, какое здесь удобство У людей, кто хочет подойти к кому-нибудь, тому нужно быть красноречивым Уметь и льстить всем окружающим начальника И придумывать многое другое для того, чтобы лучше быть принятым А здесь не нужно ничего, кроме одной бодрственной души И нет никакого препятствия приблизиться к Богу Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Иеремия 23, глава 23 стих Следовательно, от нас зависит быть далеко от Него А Он всегда находится близко Но что я говорю, здесь не нужно красноречия Часто бывает не нужно и голоса самого Ибо если ты скажешь в сердце своем и призовешь Его как должно То Он и тогда скоро услышит тебя Так Он услышал Моисея, так услышал и Анну Нет при нем воина, который отгонял бы приходящих Или оруженосца, который бы откладывал время и говорил Теперь не время, теперь нельзя войти, приди после Но когда бы ты не пришел, Он стоит и слушает Хотя бы во время обеда, хотя бы во время ужина Хотя бы в самое ночное время и на площадях И хотя бы при пути, хотя бы в спальне Хотя бы стоя пред начальником судилища Ты призвал Его, ничто не препятствует Его Ему услышать прошение Если ты призовешь Его как должно Нельзя сказать, я боюсь приступить и просить Мой враг предстоит пред Ним Здесь нет и этого препятствия Потому что Господь не слушает врага Не отвергает твоего прошения Но всегда и постоянно ты можешь беседовать с Ним И нет к тому никакого затруднения Ибо здесь не нужно, чтобы вводили тебя предверники Домашние распорядители Надзиратели, стражи или друзья Но когда ты приступишь сам собою Тогда особенно Господь и услышит тебя Тогда, когда ты не будешь просить никого другого Не столько мы умоляем Бога, прося через других Сколько сами собою Так как Он желает преданности от нас И делает все для того, чтобы мы доверяли Ему То когда видит, что мы делаем это сами от себя Тогда особенно и внимает нам Так Он поступил и с Хананейской женой Когда Петр и Яков ходатайствовали за нее То Он не удовлетворил прошения А когда она сама продолжала просить То Он скоро даровал ей просимое Если Господь, как кажется, несколько медлил То поступал так не для того, чтобы эта жена ждала Но чтобы она получила больше венец И продолжением просьбы более приблизилась к нему Будем же и мы с усердием обращаться к Богу Научимся, как совершать такое обращение Не нужно ни ходить в музей, ни издерживать деньги Ни нанимать учителя, ораторов или софистов Не тратить много времени, чтобы научиться такому собеседованию Но достаточно только захотеть И это искусство приобретено В этом судилище ты можешь говорить не только за себя самого Но и за многих других И какая цель этого искусства собеседования? Возношение молитвы Нужно приступать к Богу с бодрственным умом С окрушенной душою и с потоками слез Не просить ничего житейского Желать будущего Молить о духовном Не спрашивать зла врагам Ни в чем не злопамятствовать И сторгать из души своей всей страсти И таким образом приступать с сердцем сокрушенным и смиренным Оказывать совершенную покорность Изрекать языком своим благословения Не быть причастным ничему порочному Не иметь ничего общего с общим врагом вселенной То есть дьяволом Ибо того, кто говорит старем о других И в то же время имеет общение с его врагом Наказывают и внешние законы Посему и ты Если хочешь говорить с Богом о себе и других Старайся особенно о том Чтобы не иметь ничего общего С общим врагом вселенной Беседа на 4 салон Господу нашему славу во веки веков Аминь Плаке Плаке